Я рад приветствовать вас, уважаемые телевизоры. Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители в студии RTN в Бруклине, город Нью-Йорк в программе «У нас в Америке». С вами депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган и хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, о своей работе как депутата и о том, что вообще происходит в нашем замечательном городе Нью-Йорке. Впрочем, обо всем по порядку. Среди районов, которые я представляю в горсовете Нью-Йорка, есть район Кони-Алленда, который имеет очень давнюю историю и на котором происходит очень много интересных событий. И вот одним из таких событий на минувшей неделе была совместная акция, которая проводила общинный районный центр, называется Кони-Айлленд УАЙ-МСЕ вместе с городским департаментом полиции, с отделом по связям с общественностью. И называлось это событие очень необычно. Называлось оно Community Baby Shower. И посвящалось это событие матерям, как новым матерям, так и будущим матерям. Там было очень много на этом событии беременных женщин и женщин, которые только-только вот родили детей, в прямом смысле слова, в буквальном смысле с колясками приходили. Было 350 человек. Были, конечно, там и отцы, но в основном это делалось, конечно, для мам и их детей. 350 человек, и это сделал департамент полиции по очень многим причинам. Ну, во-первых, как мы говорим, сближение полиции и населения. А во-вторых, было очень много желающих общественных организаций, городских агентств, различных структур, которые хотели быть сопричастны к этому событию. И там было очень много столиков. На некоторых столиках, например, раздавали в прямом смысле слова памперсы и дайперсы. На других столиках раздавали различные брошюрки с информацией для матерей. На третьих столиках говорили о необходимости тех или иных курсов или программ. Начиная от различных, предлагали различные варианты работы. О других вариантах предлагали целый список программ для новорожденных детей. Ясли, детские сады, списки целые. И, кроме того, там была и музыка, и вкусные угощения, и лотерея, различные подарки. Но, в основном, это все-таки было, как мы говорим, ресурс-семинар. Все-таки это был еще и своеобразный семинар, на котором для молодых матерей говорили о том, какие существуют сегодня программы помощи семьям с детьми, матерям с детьми. Я подчеркиваю, там были и не только матери, там были и отцы. Но во многом это было для того, чтобы помочь тем, у кого недавно родились дети, рассказать им о том, какие есть в городе Нью-Йорке программы. Программы здравоохранения, программы по уходу за детьми, многие другие дошкольные учреждения. Это были и образовательные программы, и программы по трудоустройству. В общем, было где-то около 50 столиков там. И я уже сказал, кроме всего прочего, там была и музыка, и угощения, и выступления. Но были все очень довольны, и очень запомнилось это событие для участников тех, кто пришел туда, потому что это, повторяю, делал департамент полиции. То есть, вы понимаете, мы воспринимаем полицию, это чисто правоохранительные органы, стражи порядка. А здесь это был отдел общественных связей при департаменте полиции. И вот этот общинный центр Куни-Айнад УАМС и совместная акция. И мне кажется, это было сделано очень правильно. И вот такое теплое название Community Baby Shower. Было очень необычно. Я впервые присутствовал на такого рода событии. Скажу, что оно, конечно, очень важно и полезно. И я с удовольствием буду поддерживать такого рода события и в будущем. И я думаю, что нужно проводить такие события во всех районах города Нью-Йорка, наверное, по всей Америке. Не только для сближения полиции и населения, но и потому, что очень часто мы просто не знаем об уже существующих программах помощи, об уже существующих программах там продленного дня, программ дошкольного образования и так далее, программах здравоохранения. И вот когда все это в одном месте, что называется, в одном центре, это всегда очень правильно и полезно. Также в мой округ входит замечательный микрорайон, называется он Ворбос. И хотя я уже рассказывал в одной из своих передач, как городская комиссия по изменению границ округов умудрилась пять домов этого государственного жилого кооператива разделить пополам и три дома оставить в одном избирательном округе и два дома оставить в другом. Но я с удовольствием помогаю всем жильцам этого района, независимо от того, в каком именно доме они живут. У меня даже в этом районе располагается офис, мой депутатский офис располагается 445 Neptune Avenue именно в районе Ворбос. И я, конечно, хорошо знаю очень многих жителей этого замечательного района. Так вот, одной из серьезных проблем этого комплекса был тот факт, что в прошлом году там был серьезный пожар на свои генераторы у Ворбоса и своя электростанция небольшая местная. Вот там был, к сожалению, пожар в прошлом году очень сильно пострадал и довольно длительный период времени не было электричества, люди не могли включать кондиционеры, потому что было бы сильное напряжение. В общем, все намучились, настрадали в прошлом году. К чести менеджмента, руководства этого кооператива, очень быстро было восстановлено электроснабжение. Но из-за того, что это были временные генераторы, они очень гудели. Из-за того, что они гудели, к нам часто в офис приходили люди, звонили, говорили, вот мы не можем спать, это гудение бесконечное. Но для того, чтобы они так сильно не гудели, нужны были охладительные новые башни, современные, которые бы работали на постоянке и не были бы временными. Во-первых, эти башни находились не в Нью-Йорке, и даже предыдущие генераторы были привезены из Техаса. И новые генераторы, новые охладительные башни заняло очень много времени их сначала заказать, оплатить, привезти. Ну вот, к радости могу вам сообщить, что на минувшей неделе наконец в государственный кооператив «Ворбос» в Южном Бруклине поступили новые охладительные вот эти башни. Вот вы видите на своих экранах эпизод, когда их уже устанавливают. И в итоге их все поставили, все оборудовали, все закрепили. И теперь вот это назойливое 24-часовое гудение наконец прекратилось. Люди могут не только пользоваться электричеством, не только ездить в лифте, не только пользоваться летом в жару кондиционерами, но и не слушать ночи вот этого гула временных генераторов. Так что огромное спасибо и менеджменту района государственного кооператива «Ворбос», и конкретно президент управления совета директоров «Ворбос», его зовут Майкл Сильверман, который приложил огромные усилия для того, чтобы ускорить этот процесс. Мы, конечно, тоже с нашей стороны депутатского офиса делали все возможное, чтобы этот процесс ускорить. И я очень доволен, что наконец вот этого гудения не наблюдается, и люди больше не будут жаловаться нам, что они не могут спать. Работа депутата Горсовета – это вот как раз такие вот проблемы районные в первую очередь. Это чтобы меньше было шума, чтобы меньше было мусора, чтобы меньше было, извините, крыс, которые уже загрызли весь город. Мы недавно голосовали в Горсовете Нью-Йорка по поводу законов, которые, слава Богу, приняты. Другое дело, что их реализация займет какое-то время. Это не будет сразу овернайт. Это, наверное, займет несколько лет даже. Но вот делается все возможное, чтобы как можно больше было контейнеризация мусора, чтобы как можно меньше было крыс в нашем городе. И это настоящее стихийное бедствие. Я, конечно, голосовал за все эти новые законы для того, чтобы и больше было участие департамента здравоохранения города Нью-Йорка, больше было инспекции, больше было профилактических мер, и чтобы поменьше мусора было на улицах, чтобы, если уже кто-то где-то выносит из какого-то здания мусор, чтобы это хранилось в герметических, металлических контейнерах, чтобы крысы к ним не могли подступиться. Но я к тому говорю, что заботы депутатские – это всегда и чисто хозяйственные дела, и шум на улицах города, жилищные вопросы, конечно, ну и так далее. Я для этого и выбирался в Горсовете Нью-Йорка, чтобы этими всеми вопросами заниматься. Парковый человек жалуется, например, домовладелец, что там засохшее дерево, и вот-вот упадет на его дом, а департамент парков никак не приезжает и не хочет этим вопросом заниматься. Я всегда говорю, обязательно сначала обращайтесь в справочную службу городского правительства 3-1-1. И даже не только для того, чтобы эта проблема была решена, сколько для того, чтобы эта жалоба была зарегистрирована. Когда есть номер жалобы в службу 3-1-1, потом можно всегда сказать «вот мы пожаловались, и ничего не было сделано». Помните, в Советском Союзе в газетах писали «газета сделана, газета выступила, что сделано». В данном случае жалоба поступила, что было сделано. И если ничего не было сделано, потом номер этой жалобы можно сообщить в мой депутатский офис, в другой депутатский офис и сказать, что мы уже жаловались в агентство, и результата никакого. То есть агентство уже не может городской департамент какой-то сказать, а мы ничего об этом не знаем. Нам никто на это не жаловался, мы впервые об этом слышим. Вот для чего и нужно звонить в эту службу 3-1-1, где есть, кстати, и русскоязычные переводчики, все переведут на русский язык. Получение номера этой жалобы очень важно для того, чтобы потом любые политики, когда в дальнейшем люди обращаются, могли сказать, что вот на жалобы населения никакой реакции не последовало. Также в ноябре была организована группа депутатов евреев Горсовета Нью-Йорка, ее возглавляет депутат Горсовета Эс-Бронкс Эрик Диновиц, а также музеем еврейского наследия в Манхэттене была организована экскурсия в этот Манхэттенский музей, который вы хорошо знаете, Jewish Heritage Museum по-английски. Там новая экспозиция сейчас, которая называется «Как начинается ненависть? С чего начинается ненависть?» И вот там эти экспонаты, вот вы видите на своих экранах фотографию, которую оставила одна из переживших Холокост, оставила в этом музее, это она в детском возрасте с нашитой шестиконечной звездой, и варианты вот этих звезд Давида, которые нацисты заставляли всех евреев года Холокоста нашивать вот эти желтые звезды, чтобы они, все остальные жители могли видеть евреев, и евреи должны были нашивать вот эти вот звезды, на которых было написано «Джудэ», что евреи, чтобы все знали, что это евреи обязательно. И там были другие, как мы говорим, артефакты, там были различные вещи, которые оставили люди, пережившие Холокост, подарили этому музею. Эти те вещи, которые были с ними в концлагерях и в гетто, или остались от их родителей, переживших гетто и концлагеря, ужасы гетто и концлагерей. Вот на своей фотографии вы сейчас видите членов нашей делегации, это несколько депутатов городского совета Нью-Йорка, причем далеко не только евреи, и испаноязычные, и азиаты, и афроамериканцы. И такие экскурсии нужно делать почаще в этот музей еврейского наследия, почаще нужно депутатам встречаться с людьми, пережившими Холокост. Также здесь сотрудники музея, руководители этого музея еврейского наследия. И вот там в этой экспозиции была вот эта роба концлагеря, в которой находились заключенные, когда американские или советские войска приходили, освобождали концлагеря. И вот там вот эта роба, один из бывших узников концлагеря, тоже оставил этому музею, чтобы все видели, в каких гробах находились узники концлагерей. Меня очень, меня уже давно трудно чему-то удивить, но была выставлена там на экспозиции газета New York Times за 1943 год, где совершенно очевидно, что в Америке все прекрасно знали, что происходило в нацистских концлагерях, прекрасно знали о Холокосте. Вот вы видите на своих экранах целая страница реклама одной из еврейских организаций Америки, где рассказывается о том, что происходит в годы Холокоста в Европе оккупированной. Там внизу статья корреспондентов New York Times, рассказывается, как уничтожают в газовых камерах, рассказывается про Гетто, рассказывается про концлагеря. И звучит призыв спасти миллионы жизней. В этом рекламном объявлении еврейской организации призывают правительство США принять незамедлительные меры для спасения европейского еврейства. Мы с вами знаем, что в итоге Америка почти ничего не сделала для спасения европейского еврейства. Потому что даже в 1944 году, когда уже был второй фронт, уже когда бомбили Гамбург и другие города, и Дрезден, бомбили города Германии, очень просили еврейские организации Америки разбомбить железные дороги, по которым все еще шли поезда в лагеря смерти сжигать евреев. Но так и не разбомбили эти железные дороги в Бухенвальд, например, и так далее. Все эти железные дороги так и остались. И коптили все эти душегубки и убивали евреев вплоть до лета 1944 года. И весь мир, как вы знаете, только закрывал двери и никого не впускал. Не впускали в Америку, не впускали в другие государства. Все придумывали причины, чтобы евреев не впускать в Палестину, чтобы евреев не впускать в Австралию. Там была одна из экспозиций, где было написано, что Доминиканская Республика выступила инициатором, чтобы принять 13 тысяч еврейских беженцев, за что очень благодарен Доминиканской Республике. Сравнить можно Доминиканскую Республику или, скажем, Соединенные Штаты Америки или Канаду, кто больше мог принять еврейских беженцев. Поэтому большая благодарность Доминиканской Республике, что в эти трудные годы Холокоста приняло тысячи еврейских беженцев. Возвращаясь к Манхэттенскому музею еврейского наследия, там было еще выставлено Тфилин. Вот вы видите на своих экранах. Тфилин, который сохранил один еврейский мальчик, ребенком еще, сохранил в концлагере смерти. Его родители в итоге были убиты, а он остался в живых. И он потом, уже после войны, был в лагере для перемещенных лиц в Германии. Потом он оказался в Америке. И он решил пожертвовать этот Тфилин, который ему в свое время подарил его раввин. Тфилин, это был австрийский еврей, и он решил, чтобы все видели в этом музее еврейского наследия в Америке, потому что он убежден только потому, что он хранил еврейские традиции, в том числе в лагере смерти. Только поэтому он остался в живых и не был расстрелян. Но главный итог посещения этого музея в том, что там все начиналось с того, что была антисемитская пропаганда. Вы знаете, какие страшные антисемитские карикатуры были в нацистских газетах. Что холокосты, расстрелы, ликвидация еврейства началась не в 1939 году и не в 1940 году, не в 1941 и не в 1942. Все это начиналось гораздо раньше, даже не в ночь, не в хрустальную ночь. А все было еще раньше, когда евреев обвиняли во всех смертных грехах. Говорили о том, там даже книжка «Mein Kampf» в музее еврейского наследия в Манхэттене есть, где Гиммлер написал, с каким упоением он читал эту книгу Адольфа Гитлера в «Mein Kampf». То есть ненависть зарождалась постепенно, то есть слова, оскорбления, унижения, обвинения. И я скажу, совсем не так давно известный баскетболист, из команды «Brooklyn Mets», взял и опубликовал в Твиттере, в социальных сетях, на Фейсбуке, опубликовал линк, чтобы все смотрели антисемитский фильм, например. Или там любая другая знаменитость, любой другой известный человек, когда высказывается и жутко делает антисемитские заявления, о последствиях потом не задумывается. Потому что, когда миллионы поклонников смотрят на своего кумира и читают или смотрят антисемитские фильмы, читают антисемитские высказывания, они потом начинают в это верить. Слова имеют большое значение. Поэтому я всегда говорю, при жизни говорите хорошие, добрые слова своим родным и близким. А если вы слышите какие-то гадости, антисемитские высказывания, нельзя оставаться равнодушными. Конечно, невозможно на все антисемитские высказывания сразу реагировать, но по возможности наиболее, когда какие-то акты антисемитизма, я стараюсь в социальных сетях высказываться на Фейсбуке, в Твиттере, делаю заявления. У нас, я уже сказал, группа депутатов евреев тоже делает такие выступления. И вот эти посещения музея еврейского наследия очень важны, потому что далеко не все депутаты горсовета имеют представление, что такое Холокост, почему он был, как зарождается ненависть. Поэтому я считаю это очень правильно, что вот было такое посещение этого музея и вот этой экспозиции. Теперь я хотел бы поговорить на другую актуальную тему, но оно все взаимосвязано. Вы знаете, помимо актов антисемитизма очень и других преступлений на почве ненависти, в том числе, например, против иммигрантов из Китая очень много преступлений на почве ненависти были в последние годы. Вообще очень высокий рост преступности, вы знаете, с этим очень борются мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс, департамент полиции делают все возможное, чтобы хоть как-то остановить эту волну преступности. И вы знаете, что я очень много делаю для поддержки правоохранительных органов, для поддержки тех программ, молодежных программ, чтобы молодежь не участвовала в уличных бандитских группировках. Но, к сожалению, преступность и общественная безопасность по-прежнему остаются в центре внимания и Нью-Йорка, да и все Америки. Все равно это самая главная тема. Все мы хотим жить в безопасности. И вот вы сейчас видите на своих экранах, после очередной перестрелки в Бруклине, полиция вот обсягивает вот этой лентой, где написано «Полис Дунат Кросс». Не пересекайте, пожалуйста, это место преступления. Здесь улики различные. Хочется, чтобы как можно меньше было и перестрелок, как можно меньше было других преступлений. Большую роль в этом играют в том, чтобы бороться с преступностью. Большую роль играют прокуратура и полиция. И часто мы видим вот эти фотографии, когда выставляют вот эти пистолеты конфискованные, оружие огнестрельное конфискованное выставляют, показывают, как полиция тех или иных преступников арестовала. И показывают, как они у них изъяли незаконное оружие. И я знаю, что вот в Бруклине, прокурор Бруклина, его зовут Эрик Гонсалес, тоже проводит такие акции. И потом показывает прессе, сколько вот конфискованного оружия незаконного, нелегального, как мы говорим, стволов. Демонстрация это происходит. Если каждый раз, когда я вижу 60-й полицейский участок, покрывающий Кони-Айланд или Брайтон-Бич, даже если они конфисковали два, как мы говорим, нелегальных ствола у преступников, это на два преступления меньше. Уже хорошо. Вот вы видите на своих экранах как раз этот эпизод, когда Бруклинская прокуратура совместно с 60-м полицейским участком и рядом других полицейских участков Бруклина организовала вот такой рейд. И видите, сколько стволов удалось конфисковать, сколько жизней удалось спасти благодаря этой операции, которая готовилась очень тщательно совместно Бруклинская прокуратура и несколько полицейских участков Бруклина. За что, конечно, огромное спасибо. Но очень важно, чтобы руководители полицейского департамента приезжали во все районы, где и совершаются преступления или даже где не совершаются преступления, чтобы они общались с населением, чтобы руководители местных общинных организаций могли поделиться с руководством департамента полиции своими проблемами, рассказать, как они видят борьбу с преступностью, на что именно нужно обратить внимание. Это очень важно. Вот поэтому совсем недавно я организовал на Коне Аленде вот такую встречу. Вот видите эту фотографию. На этой фотографии вы видите второго человека в департаменте полиции. По-английски его должность называется Police Patrol Chief Мадри его фамилия, Джеффри Мадри. А слева сидит руководитель отдела общественных связей департамента полиции. Я пригласил господина Мадри в Южный Бруклин на Коне Аленд, потому что я хотел, чтобы он услышал из первых уст общинных лидеров Коне Аленда о том, что именно их заботит. Как они считают, нужно работать департаментом полиции, на что нужно обратить особое внимание. В этой встрече также принимал участие руководитель 60-го полицейского участка, его фамилия Кинг, он инспектор Кинг, принимал участие депутат инспектор Роджерсона, глава полицейского отделения жилищной полиции ПСА1, представители других отделений департамента полиции, руководители многих общинных организаций, руководители Советов жильцов, Ассоциаций жильцов Коне Аленда, Равин Моша Винер, глава Совета еврейских организаций Коне Аленда, представители районного общинного совета номер 13. Задавали многочисленные вопросы руководству департамента полиции. Говорили о том, что если не обращать внимания на мелкие преступления, то потом они перерастают в более крупные преступления. Говорили о том, что нужно больше видеокамер слежения. Я направил уже запрос, в частности, в горжилуправление Нью-Йорк, о том, чтобы проверили на Коне-Аленде. Здесь целый список представил по каждому дому, где не работают видеокамеры слежения. Этот список мне предоставил отдел жилищной полиции Коне-Аленде. На этой встрече также говорили о том, что на Мермейд-Эвене, на Нептюн-Эвене, на Сёрф-Эвене очень часто располагают, там или иначе находятся машины, на которых нет никаких номеров вообще, или заклеены эти номера. В этих машинах иногда живут бездомные. Иногда целыми днями в этих машинах происходит продажа сильнодействующих наркотиков. И другие проблемы люди рассказывали. И чиф Мадри сидел, всё записывал, записывал, давал указания главе 60-го полицейского участка. В общем, был очень серьёзный обмен мнениями. И очень много говорили о том, как предотвратить изначально преступность. О том, что даже если создана какая-то программа важная для молодёжи, даже кто-то поиграл в баскетбол, даже кто-то позанимался на компьютерах, даже кто-то приехал, встретился при поддержке департамента полиции, был на какой-то программе, например, два часа занимался делом. Но потом этот человек, всё равно говорили, возвращается в свой субсидированный жилой дом, и там он видит гангстерские группировки. Я, например, узнал на этом событие о том, что в каждом доме на Коне-Алленде свои гангстерские группировки, которые между собой постоянно устраивают разборки. Я знал про эти разборки, но узнал про то, что вот другим людям из другого дома не хотят, чтобы те заходили в этот дом. И если заходят, могут даже открыть стрельбу. И когда это всё услышал один из руководителей департамента полиции, он тут же дал там команды различным полицейским, сказал, пожалуйста, вот в этом доме, в это время, пожалуйста, усильте патрулирование. Вокруг этого дома. Сделайте так, чтобы в это время на бортбоке обязательно была патрульная машина. Или сейчас сделан запрос, чтобы не ломать бортбок, чтобы не было тяжёлых подрульных машин. Вот эти, как называются они, гейтерс, электрические такие специфические велосипеды, на которых могут быстро ездить полицейские, при этом не ломая деревянного бортбока. И совершенно очевидно, что нужно патрулирование не только в дневное время, но и в вечернее время, и, к сожалению, даже в ночное время, потому что очень много неприятных эпизодов происходит, когда люди звонят и обращаются в департамент полиции, и говорят о том, что, к сожалению, преступность есть в ночное время, стреляют. И поэтому очень важна была эта встреча. И все её участники говорили о том, как важны такие встречи. Это был как бы своего рода круглый стол. И сказали, что таких встреч должно быть больше. Многое узнала и полиция, многое узнали и общинные лидеры. И я думаю, что буду организовывать такие встречи и в дальнейшем, и не только на Кони-Аленде, но и в Бенсенхёрсте, и в других районах Южного Бруклина, которые я представляю в Госсовете Нью-Йорка. Ну и в заключение я хотел бы сказать о том, что в Сити-Холле прекрасно знают о ситуации с преступностью. По крайней мере, мэр города посещает полицейские участки, мэр города Эрик Адамс посещает полицейские участки, каждую неделю встречается. Или вот недавно, вы знаете, была история, когда ФБР выступила с заявлением об угрозе терроризма в синагогах Нью-Джерси. Сразу собрали еврейских лидеров, даже на зуме сделали такой вот представительный синагог. Была целая часовая встреча с мэром города, с руководством департамента полиции, как усилить, обеспечить безопасность синагог и еврейских центров в городе Нью-Йорке. Поэтому нельзя сказать, что кто-то там спит, но, конечно, проблем за последние годы накопилось так много, что их за одну ночь или за один день решить, в том числе с преступностью, невозможно. Ну а вас я хотел бы поблагодарить за внимание. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok